МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я архитектор, художник, поэт и начинающий актер. Хотел бы встретить такую же яркую, красочную спутницу жизни, потому что мне бы хотелось раскрасить мир в яркие краски. Константин, 48 лет. Его бывшая жена любила комфорт, а он любил искусство. Спустя 14 лет брака понял, что проще развестись, чем договориться. Константин художник. Мечтает открыть свой центр искусств. Признается, что три года назад стал сыроедом. Предупреждает, что никому не позволит плохо отзываться о бывшей жене. Константина не вдохновляют полные женщины маленького роста. Женится на чувственной особе с пухлыми губами, открытым взглядом и творческим подходом к жизни. Здравствуйте, Константин. Что это? Здравствуйте. Это мой подарок. Я сегодня с утра встал в хорошем настроении, помедитировал и решил вот нотку молодости принести в вашу передачу. Ой, Константин. Три хрюшки. Потому что вы сказали, вам не нравятся женщины, значит, пухленькие. А где грудь моя? Она у Ларисы. Мне хотелось, чтобы это было так вот немножечко... Здравствуйте. Портретное сходство не очевидно. Я понимаю, это как комикс. Это даже не картина, а комикс. Да, он быстренько пока сидел ждал. А почему вы без свотов? Я один, в принципе, по жизни. Достаточно себя чувствую комфортно в одиночестве. Ну и потом я как-то в социуме человек одинокий. Наверное, это и в программе будет показано. Да, ну послушайте, семья это тоже, пусть и небольшой, но социум. Может быть, по этой причине вы один? Буду учиться. Подтянутый, стройный такой, да? Угу. Молодец. Мужчины в форме, тебе же не нравятся такие? Кто в этот брак гнал вас? Так сложилось, что вот мы друг друга нашли, наверное, на какой-то... Как познакомились? На ноте, может быть, какой-то трудности. И решили как-то вот притянулись на желание взаимопомощи какой-то. Познакомились в метро случайно. Вот я ехал, перекусывал, кушал в метро, я часто так делал. Кефирчик, булочка. И напротив сидела она, очень очаровательная. Я подошел, познакомился с ней. А как же ваш художественный вкус? Подойти к девушке с булкой и бутылкой кефира? Нет, я уже не пожелал. Нет, ну как-то... А эстетика? Куш! А эстетика? Попробовать. Ну, я как раз показал, что я на ходу, я очень мобильный и готов есть. Ну, и... Быстро. И вот мы с ней пообщались вместе. Получилось, что у нее недавно умерла мама, да? Да, сложилось так, что вот у меня была тяжелая ситуация с мамой. Я помогал ей уже два года. Но у вас и разные были ситуации с мамой. Да, она потеряла маму. Она похоронила, а у вас мама была больна. Да. Чему вы даже втайне обрадовались? Потому что если в детстве не хватало ее любви и внимания, то тут вы поняли, что вот оно, время это наступило, и она будет теперь в вас нуждаться, в вашей заботе. То есть даже как-то вам это было скорее на руку, если можно так сказать, цинично. Ну, в общем-то, да. Мне нравилось чувствовать себя взрослым человеком, которому нужна помощь, как неким таким папой. А сколько вам было лет? Ей было 22, а вам? Мне было тогда 32. Ну, мне не нравится его образ, в котором, во всяком случае, он сейчас присутствует. То есть если бы костюмчик поприличный. А вот вы сделали вывод какой-то, что ваши проблемы, а человек с еще большими проблемами, то это в никуда. Это может быть для дружбы, для жилетки, но для жизни это ужасно, потому что нужно же какую-то радость получать. Конечно, естественно. А ее где взять-то? Подпитка какая? Она в слезах, у вас проблемы. Кто-то должен быть сильнее и счастливее, чтобы вытащить до себя другого. Правда? Ипотажный, с одной стороны, и в то же время не производит впечатления ипотажного человека, а такой искренний, спокойный. И что? Через сколько предложил кто кому расстаться? Ну, мы прожили 14 лет вместе. А с ребенком видитесь? Вы москвич? Да, москвич. Я родился в Москве. Видите ребенка? Общаетесь? Я вижу, но редко, потому что там семья немножечко, думаю, не очень приветствует, потому что... Она замуж вышла? Я так узнал недавно, что она выходит скоро замуж. Вот смотрите, Константин, вы так заявили, что никому не дадите говорить плохо о своей бывшей. Но никто плохо не собирается говорить, но какие-то проблемы вскрыть. А откуда вдруг такая вот прыть, защищать опять? Я не дам ни о кому, никому о ней говорить плохо там. Она к вам так выступила нехорошо, с ребенком не дают видеться, изменяла вам. Я ее просто понимаю, как человека. В чем? То есть вам можно изменять, да? Что значит можно? Нет, понимаете, значит оправдываете, да? Что вы ей такого не додавали, что она на сторону смотрела? Ну, я бы сказал так, что мы не сходились просто с характерами в целом. Поэтому, когда у людей есть какие-то раздражающие факторы, мы ищем какую-то компенсацию. И я ее, в принципе, предупреждал, что если будет у тебя какая-то там связь, нужно просто сказать и все. Что уже вопрос... Считаете, что она вам мстила за годы нелюбви? В общем-то да. Пришло, что пожалейте меня, обогрейте меня, покормите меня, развлеките меня. Жену не любил. Ну что, какой-то тоже нужен посыл тоже во вселенную еще сделать какой-то позитивный. Я вот, ну не знаю, согласитесь вы или нет, я понимаю, вы художник, натура тонкая, ранимая. Может быть, она не воспринимала то, чем вы занимаетесь? Мир творческого человека, он будет понятен только творческому человеку. И когда люди... А она стала вас под себя перекраивать. Садись, говорит, за руль, купи машину, да? Да, да. И под среднестатистического, чтобы водил, не пил, не курил, с ребенком занимался. Денег зарабатывал. Денег зарабатывал. Да, а у нас в стране художник от слова «худо». Поэтому для вас это была нормальная среда, булочка в метро на ходу с кефирчиком, а ей, наверное, хотелось другой жизни. Да, да, да. Именно у нас был разный взгляд на жизнь, то есть она хотела комфорта, она хотела, чтобы как-то были какие-то и развлечения и прочее, прочее. А у меня не было потребности, я не скучал никогда. У вас не было потребности, и вы считали, кто такая, женился на тебя ребенка, родился с ребенком, еще я тебя сейчас буду развлекать, ага. Довольно стабильный человек, в принципе, если 14 лет прожили. Ну и как бы уже ребенка подрастили до какого-то возраста. А, Константин, у вас есть сегодня уникальная возможность обратиться к дочери? Я бы хотел дочери только одно сказать, напустие, чтобы она любила своих родителей, потому что с этого начинается ее жизнь и дружба с миром. А вот вы мне скажите, вот у нас приходят женихи, вот под 50, как вы, и все молоденьких хотят, а вы? А я потому что молод, у меня не 50 далеко, это только по астрономически, по годам, а внутренне я абсолютно 30 лет. То есть мы сегодня ищем 30-летнюю. А спросите Розу, сколько, на сколько лет она себя чувствует? Роза... А на сколько я выгляжу? Понимаете, быть молодой и быть как молодая, это две большие разницы. Ни одного человека, я помню, мне Игорь все время рассказывал, как он с Роланом Быковым уже перед смертью Ролана разговаривал, и Ролан сказал, Игорь, поверь мне, я себя ощущаю на 25, он говорит, не больше. Моя мама, гимнастка в бывшем, ей сегодня 70 с небольшим, она говорит, я во сне бегу, я все время бегу. И она просыпается и бежит, и понимает, что тело сопротивляется. Поэтому я ни в коем случае не говорю, вы потрясающе выглядите на свои 48 лет. Дело не внешности, внешность здесь ни при чем. Мне здесь даже не внешность, и внутренне вы можете, и у вас могут быть органы, как у 20-летнего, но есть тот самый опыт, который не денешь никуда. Если вы разумный человек, то вы все равно эти 48 лет прожили. И в браке тело очень важно, и лицо важно, все. Но жить придется с тем, что вы накопили за свои годы. Поэтому Роза спрашивает вас. Вам нужна молоденькая? Мне нужен человек не по годам, а душой молодой. Ой, то есть тело можно, наверное, на 50. Вы знаете, когда есть любовь, она смотрит не на тело. Так я только за, что вы, так и бальзам на душу. Нет, а... Я возрастную тогда, с молодой душой. Нет, а если говорить о годах, то мне, конечно, хотелось бы, чтобы меня будущая жена родила хотя бы двоих. О. Угу. Что я могу сказать, Лариса? Вот как их сватать, а? Я не вижу тепло, исходящего от него. Может, его и нет. А может... Оно в его произведениях. В его картинах. Да. Возможно. Но картину рядом с подушкой ночью с собой не положишь. Я бы хотел, чтобы она любила поэзию. Я очень люблю поэзию. Я сам поэт немножко. А можете что-нибудь почитать? Я могу прочесть, да. Как коротенькое. Пожалуйста. Очень короткое. И, наверное, из юности. Совсем из... Давайте. Из далекой юности. Убегу далеко, За долины, Холмы, Убегу в темера, Где сбываются Сны. Там увижу тебя, Хоть не знаю, Кто ты, Та, Что ждет меня стоя У края воды. Буду бегать во ржи, Как молодой жеребец, Упиваясь лазурью Высоких небес. Будто вихрем Кружась В карусели Времен Я увижу людей Через лет Миллион. Обессиленный вихрь Подхватит волна И, как мать, Укачав, Принесет На брега. Спасибо, Константин. А что-то осталось от вас Вот того юного романтика Вот сегодня? Дух романтизма Все равно остался. Он просто такой, знаете, Немножко гипертрофированный. Хорошо. Ну, вот вы пожили уже В одиночестве, Поняли, что это тоже Не очень комфортно. И, смотря на то, Что вы художник, Вот видите, говорите, Хотите жену и двоих детей. Вот сегодня уже будете Так же категоричны По отношению к женщине. Вот не нравится, Скучно, Неинтересно. Вы прям так ей скажете Не люблю, мучаюсь с тобой, Разведусь. Или все-таки уже готовы Ити на компромисс на какие-то? Уже готовы на диалог. Вы знаете, я на компромиссы Шел и в супружестве. И компромиссы были В основном с моей стороны. И даже само бракосочетание, Ну, я правда стоял на венчании, Потому что она хотела Именно печать. Это тоже был компромисс, И я сделал, Как она, в общем-то, хотела. Вот. Ну, вот сегодня уже, понимаете, Что, ну, не с сухой, Только бы рассою И там корочкой питаться Вот жене хочется. А я не держал в черном теле Свою жену. Нет? Причем вы говорите, Она имела джип, Я купил машину, Я ее шикарно одевал. Она отдыхала в пятизвездочном отеле. А мне-то показалось, Что вы прям такой художник-художник. И вам... Я далеко не голодранец. Во-первых, я архитектор по образованию. Я зарабатывал очень хорошо. Знаешь, как это... Главное, чтобы ток прошел между вами. Тогда возникнет чувство, Не важно, змеи, нынку уже. Голос, ты знаешь, Я уже смотрю на него, Сколько времени. Ничего-то не производит впечатление. Тока нигде не прошло. Только я обрадовалась. Такой прям красавчик пришел. Ну и бедный при этом, да? Да, и вроде бы и бедный. А тут, кажется, красавицы богатые. Девчонок наших пристроим. Возрастных, думаю. Ну вот прямо... И тут здрасте. Богатый. Опять молодая, Красивая, богатая. Двоих детей еще. Ну, может, попробую переубедить процесс это. Понятно. Может, он это забудется как-то. Константин, я в молодости, конечно, влюблялась, увлекалась такими пацанами, как вы. Потому что подполье, специальные ресторанчики, кочегарки. Все это так романтично, все это так мило. Потом, как я взрослела и развивалась, я понимала, что меня это ужасно тяготит. Ну, просто вот нестыковка. Вы знаешь, когда... Ну, вот не попадание ни в чем. Вот все мимо. Поэтому вы редкий мужчина для редкой женщины. Я это знаю, да. На самом деле, все люди... Потому что с обычной женщиной, вот с такой, как я, вот мне нравится, я сейчас освоила мастерство делания колбасы, например. Для меня это такое счастье, я этому радуюсь больше, чем новому платью. Понимаете, вот у меня прям крылья вырастают, думаю, я гений. За что не возьмусь, все в руках горит. Мне очень нравится дом. Меня вытащить никуда практически невозможно. Для вас я анти. Вот такой, как я. Вы не стали жить никогда в жизни. Я тоже домашний человек, я просто... Да что ты ловишься. Да бросьте вы. Он мечтает, чтобы его кормили, холили, лили, лили. То есть область женщины здесь абсолютно нормальной с точки зрения ее женских функций. Но еще раз скажу. Она должна... Мне кажется, ему нужна такая бы тонкая, звонкая. А у вас тут он не ест, он на сыроед. Ой, Боже, как же мы эту тему-то пропустили. Меня кормить на самом деле не нужно. Нет, он не вегетарианец, а сыроед. Это все-таки другое. Вегетарианство плюс сыроедение. А, вы еще и вегетарианец, да, и сыроедение. А, сильный эффект. Вообще готовить ничего не надо, абсолютно. Да, знаешь, сколько там готов? Там полрынка скупаешь вот этой вот травы и ест постоянно, потому что он не наедается. Мне кажется, ему нужна такая вот студентка с Уриковского училища. Совершенно верно. Да? Совершенно верно. Тонкая, звонкая, которая будет смотреть в глаза, волосики светлые будут развиваться. И на все будет говорить, да, господин, да, учитель, как я до вас этого практически... Ну, я утрирую немножко. Она может даже поспорить и поругаться. Ты не утрируешь просто ни на секунду. Не муза, а поклонница, преданная. Да, вы должны быть ее мастером. А она будет просто за вами носить мольбер. Она пишет какой-нибудь шедевр. Роман. Да, и посвятит его тебе. Мужчиной вашего типа, как бы вы сложны ни казались, достаточно легко управлять. Если она научится со слезами на глазах выносить под Новый год гостям ваши картины, а потом наутро их обзванивать и спрашивать, правда понравилось, вам правда понравилось, то вы уже будете достаточно счастливы. Да. Я могу сказать, что если она будет это делать искренне, любя, вам действительно по-настоящему повезло. Но, увы, могут найти стервы, которые будут вас обожать для вида, и когда вам говорят, смотри, я не могу идти в этой старой шубе рядом с тобой, понимаешь, с тобой. Это правильно, надо на заметочку взять, кстати. Да, и вот я хочу сказать, что мужчину, к сожалению, очень легко этим купить, а мужчина вашего типа тем более. Поэтому я вам искренне желаю, чтобы девушка на самом деле любила, чтобы на самом деле отдавала, чтобы на самом деле уважала. Но, правда, мы ищем сегодня поклонницу творчества Контактина. Хорошо, и уже через несколько минут наш жених познакомится с «Первой невестой». Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Константин». Встречайте «Первой невестой». Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Марина. Костя. Очень приятно. Поэт говорит лучше стихами. Пока я сидела, ждала своего выхода, у меня родились слова. Не разменивалась, не грешила, не дарила другим душу. Я сегодня тебя встретила. Видно, Богу было так нужно. Спасибо. Проходите. Мне кажется, она по возрасту не подходит. Ну да. А с кем? Сегодня мои подруги. Это Маргарита и Людмила. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Марина. 49 лет. Поэтесса. Член Ассоциации украинских писателей. Пишет сказки для детей и взрослых. Выступает в тюрьмах и детских домах. Предупреждает, что вдохновение приходит к ней только по ночам. Марина очень быстро разочаровывалась в своих избранниках и сама настаивала на расставании. Но все отвергнутые ею мужчины до сих пор клянутся ей в любви. Надеется, что Константин оправдает ее надежды. О боже, боже. Значит, вы приехали к нам с Украины. Да, я из Украины. Давно? Да. И хочу передать привет ведущим. И вам, Лариса, в том числе. Вас безумно любит Украина, украинские женщины. Спасибо. 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 Такая светлая, веселая, приятная. Мужки вообще хорошие. Вот они теплые. Вот как раз теплые. Но вы прямо роковая женщина. Смотрите, в вас влюбляются и потом через всю жизнь проносят эту любовь. А вот расскажите о самых ярких таких картинах в своей жизни. Ну, яркие картины – это рождение моей дочери и моего сына. Наверное, вот вы спросили первое, то, что я отвечаю. От мужей или… Да, да, от первого супруга, от второго – гражданского брака. И третья такая, наверное, всё-таки в жизни любой женщины есть судьбоносная встреча. В данном случае мужчина, который стал моей музой, и благодаря которому… Мужчина стал музой? Да, благодаря… Да, муз, благодаря которому, наверное, вот я пишу стихи с детства. Молодой красивый? Нет, он моего возраста, но… А почему вы не с ним? Есть, как бы, один… одно препятствие, очень серьёзное, да. Ну, она так заинтересована, она. Да, 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 заинтересована. Сначала у него был шок, сейчас я немножко уже отошёл. Но она приятная. Сначала, когда она близко была… Его накрыла, конечно. Слушайте, вы как будто Волочкова через 20 лет. Просто и похожи, и говорите, и пластика, и мимика, просто Настя Волочкова. Действительно. Ну, я не знаю, как у Волочковой, но у меня волос свой. Это мой цвет волос, мой. Не крашеный. Нет, я имею в виду, дело не в этом. Вы похожи. Нет, я седая, я с 25 лет. Что-то пережили такое? Не знаю, может быть, отпечаток вот в детстве у меня очень такая история. Ну, скажем, трагическая громка, но я была девочкой, подавала большие надежды, ну, как мне тогда говорили маме, во всяком случае, в балете. Но у меня была травма ножки на одной из тренировок, и мне хотели ампутировать ногу. Но уже, да, были на вертолетах привезены хирурги, но в последний даже миг мама отказалась от операции, вызвав бешеный гнев. И, может быть, с того дня начали замечать, что у меня очень белый волос. А мужчины такие же травмы вам наносили? Нет. Нет? Нет, я безумно люблю мужчин, я безумно люблю мужской пол, но то, что я женщина, я безумно горжусь этим званием. А почему не задержался никто рядом, не мужья? Мне кажется, ну, как бы банально, наверное, сказать, или сильно завысить, может, свою планку, но мне кажется, я в какой-то момент перерастала мужчин. Такая активная очень женщина такая. Сколько не было мужчин, интересно. Я думаю, что, да, этот вопрос как-то, в которых она перерастала. А как вы понимаете, что они до сих пор вас любят, что вы роковая? А просто эти мужчины говорят моим детям, ну, своим детям и моим, что, ну, как бы... Лучше твоей мамки. Да, ну, Лариса, ну, просто невозможно. Вы читаете просто вперед, идущей строкой, да. Вы счастливый человек. Вот смотрю на вас, просто удивляю. Счастливый вы человек. Спасибо. Вот я прямо и Константину завидую, и вам, Марина. Вот я вас вижу в паре. Дети взрослые уже? Да, дочери 28 скоро, сыну 20 скоро. И, то есть, особой заботы и хлопот по отношению к детям нет? Уже можно расслабиться, начать жить для себя? Нет, я знаю каждую минуту, даже сейчас, что кто делает. Нет, пока не подарили мне. А внуки 28? Да, да, ну вот она недавно только... А вы двоих еще родите? По своей физиологии я могу родить и 10. То есть, еще не хлопот. Но это сделаю только тогда, если я безумно полюблю мужчину. Так вы его полюбите, куда же деваться? Ну, Марина, а где вы живете в Москве? Завидусь. А у меня много друзей, я останавливаюсь или у друзей на территории, если я приезжаю в Москве, или вот... А вы живете в Киеве? В Харькове у меня квартира. В Харькове? Что у вас квартира? Да, да, да. Как красиво городки. Обожаю Харьков, бываю часто у вас. Похоже, у нее там есть свой мир какой-то, такой теплый, радостный, яркий, да, и ездить тяжело будет однозначно. А он такой в негативе, такой какой-то, постсосемейный. Я думаю, чтобы его обожали где угодно находиться. Константин, улыбайтесь, я смотрю, вам все нравится. В душе сколько вам, кстати, души? Я вижу поэта. Ну, как-то, может, смех кого-то вызовет, улыбку, но мне кажется, не потому, что мне так столько лет дает, но мне так кажется, мне лет 36-38. Марин, смотрите, Константин сыроед, вегетарианец. Это ужасно. Ой, да, проблема. Потому что в Харькове сходить на базар и колбаску вашу домашнюю. Я очень вкусно готовлю, у меня корни кавказские, поэтому я безумно вкусно. Ну, как говорят друзья... Сады ешьте. Да, придется. Я готовлю плов, особенно суп с пампушками, это фирменное блюдо, дети звонят, едут и говорят, «Мам, ничего не готовь, ничего не покупай, только сделай свой борщик или суп с пампушками». Вот так. Ой, моя девочка. Ну, а теперь покажите сюрприз. Вечер на двоих. Избыток обещаний. Раскален камин от плотских ожиданий. Сдерживать устали страсть по этикету. Крупными глотками выпьем жажду эту. Аромат от тела, от хмельной надежды, тайны и желания, как в бреду ты шепчешь. Ничего, смело. Вот так. Смело. А слова мои есть, как на море? На вино французское в фрустале скучало. На вино заморское время не хватало. Вечер на двоих. Ночь напополам. Страсть взамен любви ты мне отдавал. Просто молочкова. Спасибо, девочки. Проходите в комнату свою. Какая у вас затейница, подруга? Все будет хорошо. Очень хорошо. Константин, как вам? Повезло. Готов двоих родить, говорит. Десяти рыв. Да, да. Вы знаете, это надо, конечно, к человеку присмотреться так сразу. Она, конечно, очень интересная. Да, интересная. А возраст не смущает? Смущает. Он просто не готов, Марин. Ты ему не по зубам, понимаешь? Как тебе, Роза? Да классная она. Просто классная. Вообще, я вот тоже мечтаю, знаешь, как прям так раз, может, это как вот память у рыбки, 10-секундная. Раз, гадость, казак, и забыл. И вот так пребывать в таком хорошем настроении. Роза, а ты такая же, ты водолей. Да? Так же, как и она, да. На самом деле, вот это... 10-секундная память? Нет, не 10-секундная память, а умение открываться и радоваться новому, несмотря на то, что в жизни, может быть, было из не очень приятного. Счастливые. Нет, я мозг погруз, абсолютно, и поэтому я ни одной минуты так не жила, как Марина, и я ей дико завидую. Вот счастливый человек, что я могу сказать? Я откровенно завидую ей. Зато грузить не будет. Так это здорово. Нет, это редкая женщина. Редкая. Вот такая душечка чеховская, абсолютно. Я вас вижу в паре. Спасибо. Василиса. Я, к сожалению, с точки зрения астрологии не могу подтвердить этот вывод. Хотя, наверное, две творческие персоны сразу как-то видятся вместе, в ней достаточно эпатажа, в вас много эпатажа. Но астрологически вы вода, и вам нужна женщина водная. И у нее такая же история. Она воздух, и ей нужен воздушный мужчина. Ей нужен такой артист разговорного жанра. Петросян. Сатирик, Петросян, да, может быть. Поэт, но человек, который скорее человек от шоу-бизнеса, который работает вовне. Искусство ведь бывает внешним, а бывает внутренним. Вы человек другого жанра, в любом случае, даже если и вы, и она занимаетесь поэзией, или будете заниматься поэзией. Что приятно, ей не нужно, чтобы ее обожали до ума помрачения. Она вполне адекватна, она может заниматься творчеством, и даже без какой-то гигантской поддержки со стороны. В ней достаточно уверенности в себе правильной. Но нужно искать все-таки тандем. Нужен тот же человек, который будет садить с ним рядом на сцене и представлять все на эти стихи. Ну, это слишком будет, даже масло масляное, наверное, да? Да, вообще, считается, что очень редок действительно крепкий союз двух творческих людей, потому что в семье не могут быть два как-то, два короля, что ли. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Через несколько минут Константину предстоит знакомство еще с одной невестой. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Константин». Встречайте вторую невесту. Удачи! Здравствуйте! Привет! Костя, тебе? Спасибо. Меня зовут Элина. Элина, очень приятно. Взаимно. Я очень люблю фотографироваться, и я думаю, что, возможно, скоро у нас будут совместные фотографии. Спасибо, проходите. Прекрасно. Она такая такая. Серьезная заявка. Она же построила. Знаешь, под его... Молодец. Молодец. Здравствуйте, Элиночка. С кем вы? Здравствуйте, знакомьтесь. Это мои подруги Анна и Анжелика. Моя дочка, ну, можно сказать, подружка. Чтобы узнать вас получше, давайте нас посмотрим. Элина, 29 лет. Экономист по образованию, фотомодель по призванию. Любит светские мероприятия и занимается антигравитационной йогой. Предупреждает, что она вегетарианка и не откажется от своих гастрономических пристрастий. Признается, что у нее завышенные требования к мужчинам. Элина вышла замуж в 15 лет. Но когда повзрослела, поняла, что им с мужем не по пути. Надеется, что Константин составит ей достойную партию. Элиночка, а вы москвичка? Нет, я приехала из другого города. Откуда? Из Курска. Из Курска? Ну, тоже Россия. Как просто мама проглядела вас, 15-летнюю девочку. Положите цветочки рядышком. Ну, мы познакомились на вечеринке. И это была любовь с первого взгляда. То есть встретились глазами, и так получилось, что вот сразу завертелось, закрутилось. Он был старше вас на 10 лет? На 6. Но он уже учился в институте, а я вот только закончила школу. И мама-то, как много работала, то как-то не обращала внимания на наши отношения. Думала, что это все дружба. Но в конце концов дружба закончилась моей беременностью. И в 16 мы поставили маму перед фактом. Мама, конечно, обрадовалась. Ну, он поступил как мужчина, он пришел к ней с цветами, с шампанским. Ну, потому что когда выбрали бы тюрьма, либо жениться, то не жениться, я так думаю. Девчонка хорошая. Да, да, да. Ты не хорошая, девочка хорошая. Девочка хорошая. Да. И вот вы, не закончив школу, рожаете девочку прелестную. Анжелику. Да, мы поженились, у нас была свадьба, и все было хорошо. А потом что началось? Почему не вместе? 10 лет, можно сказать, мы жили душа в душу. Но потом со временем стали понимать, что у каждого из нас были разные планы на будущее. То есть я всегда была таким человеком публичным, мне нравится внимание, мне нравятся яркие краски вокруг. Меня всегда манили огни большого города. И в какой-то момент я стала там задыхаться. То есть мне стало там тесно. А его, наоборот, тянуло все больше на природу. И вот у него такие хобби были, как охота, рыбалка. Он построил загородный дом. И вообще вот не любил никогда бывать в обществе. Мы поняли, что в дальнейшем не состыковываются вот наши представления о будущем. Вам сейчас комфортнее, чем с ним? Или пожалели несколько раз, что вы расстались? Это все постепенно происходило. То есть очень плавно. Не было такого, что мы расстались и никогда больше не виделись. Мы каждый раз созванивались. То есть он сюда меня поддерживал. Сегодня говорите, что он ваш лучший друг. Да, он на сегодняшний день остается моим лучшим другом. Ну а представьте, каково его женщине, которая рядом с ним, если у вас такие нежные отношения, он к вам приходит и вас ценит. Нет, мы живем в разных городах. Он приезжает повидать дочку иногда. И мы общаемся по телефону, так как у нас совместный бизнес. И мы остались больше... Кстати, у вас совместный бизнес, нежные отношения. Ой, это такая проблема для него, для его отношений. А какой бизнес-то? Станки делаете или чего? Нет, как раз когда родилась дочка, мы занялись детскими товарами, открыли магазин. И в течение 10 лет мы успешно развивали у нас сейчас сеть магазинов. А вот, Элиночка, скажите, вы такая прям светская львица. За всегда тай, как говорится, этих тусовок. А у нас двое детей в перспективе. Кто будет заниматься хозяйством, детьми? А может быть, у Элины нет в планах еще рожать детей? Нет, я хочу очень много детей. Это прям вот моя мечта, чтобы был дом полон. Чтобы были и маленькие, и большие, и всякие разные... Кто этим заниматься будет? Да. Было много гостей, я думаю, что можно найти людей, помощников по дому. То есть детьми няньки сидеть будут? Да, и няньки, и сами можно совместно путешествовать. Мне 44, но я, мне кажется, могу больше, чем на новых крышах. А как вы считаете, для чего жена нужна мужчине? Жена должна быть верным другом и надежным помощником в первую очередь. Жена должна вдохновлять, быть музой, чтобы мужчине было куда стремиться. Жена должна ставить цель, а мужчина должна ее добиваться. А свободное время как она должна распределять? Ну, я считаю, что, наверное, в равных долях между детьми... Если она богатая, то не его дело, как она свободное время проводит. А если бедные зависят от него, то прислушиваются к нему. Ну нет, вот она тут сейчас говорит, я-то, у меня-то ж другой текст, понимаешь? Она вон в анкете написала, что женщина должна посвящать уходу за собой, чтобы всегда оставаться привлекательной, ходить во все, ну вот этот тюнинг делать, как говорится, и отвечать за организацию совместного досуга. А вот гладить, стирать, заботиться... Нет, гладить, стирать, заботиться, это должна наемная работа. Если у нее есть возможность. Я буду вдохновлять мужчину, чтобы он зарабатывал достаточно для того, чтобы мне не было такой необходимости гладить, стирать, это не так дорого сейчас. Сопоставим мы там с походом в салон. А вы-то готовы? Красоту такую. Ее стеречь надо, беречь надо. Это муза. Да. А муза покажет сюрприз? Конечно. Да, конечно. Посмотрим, давайте. С давних пор во многих восточных культурах существовала традиция делать массаж своим мужчинам. Это не только снимает стресс и напряжение после долгого рабочего дня, но даже чистит карму. Женщины делают массаж, чтобы обменяться энергетикой и передать своему мужчине позитивное настроение. И забрать у него все, то, что накопилось за день плохого. Я научилась этим. Опять же, если ты плохой муж, можно ему хребет, ломать. Ходить по мужчине тоже захочется. Вообще, на самом деле, мне кажется, обычно она ступает двумя, да, но это надо уметь. Она на расторожность. Я думаю, что она боится действительно делать. Девчонки, отправляйтесь в свою комнату, а вы к нам. Молодец. Константин, вот если бы вы не были вегетарианцем и сыроедом, вы бы так лихо не встали сразу после такого массажа. Видимо, да. Видимо, я в этом абсолютно уверена. Я себя уже почувствовал под каблучником. Под пяточником. По которому он будет ходить, топтаться. Ну что, как вам, Элина? Нет, ну слов нет. Конечно, презентабельная девушка и знает, чего хочет. Выпустила весь пар благодаря тебе, да? И все напряжение. Спасибо, что пришло. Но я старалась. Девчонки, вот я не знаю, я никогда не была ханжой, но вот серьезно, я как-то поперек всегда шла. Вот я бы при своей лёльке, 13-летней, вот застрелись бы они, не то чтобы массаж вот такой. Это же все очевидно, да, чужому мужику. Это же прямо в каждом движении. Либо без дочки нужно было прийти. Вот для меня, либо я такая уже, значит, умная, отставшая и постарелась. Ну я не светлее тебя, видимо, в этом вопросе. А потом ещё, а я вот не верю. 10 лет сыроедения, а ты кипышная форма. А на чём она тогда? Сырое тесто. Нет, он очень хороший человек. Хороший, да? Но есть несколько существенных, но... И я предлагаю Константину встретиться с третьей невестой. Проходите. Здравствуйте, Константин. Если вы пришли на эту передачу с искренним желанием встретить свою судьбу, то я от всей души желаю, чтобы ваше желание на этой передаче сбылось сегодня. Обоюдно. Спасибо. Очень приятно. Молодец, конечно, она. Но я думаю, что это не то, что он ищет. Как ты считаешь? Когда вышел Элину, у него глаза прям загорелись. Да, да. И он смотрит такой. А после массажа он вообще, мне кажется, был твой. Здравствуйте, Элина. Я пришла на передачу с своими подругами Мариной и Алиной. Очень приятно. Чтобы узнать вас получше, давайте нас посмотрим. Елена, 44 года. Актриса-педагог по вокалу. Гордится сыном и тем, что открыла свою театральную школу. Предупреждает, что опасается богатых мужчин. Елена предложила возлюбленному взять тайм-аут в отношениях, а он за это время нашел ей замену. Надеется, что Константин будет дорожить ей. Леночка, а что, отношения были такими изматывающими? Они изматывающими. Мало того, я просто свалилась. Температура 34,5, уже не могла шевелиться. И просто пришлось уехать. Да, уехать. Просто хотя, да, 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 вот очень сильно. Может быть, нельзя так любить, я не знаю. Я абсолютно верю, что есть партнеры-вампиры и в работе, и в личной жизни. Поэтому я не удивляюсь нисколько. Просто мне хотелось бы факты какие-то. Ой, ну фактов много. Просто вот на самом деле, сейчас, Лариса, вот честно, хочется быть предельно искренней, да, потому что я пришла... Во-первых, он был женат. Да, он на тот момент был женат, но была стадия развода, это было ужасно тяжело. А сколько лет он в этой стадии находился? А, ну, три года. Все-таки, я думаю, что после Элины он уже так равнодушен, ярким впечатлением. Чтобы температура опустилась до 34, это он вам так должен был нервы помотать? Да, я уползла. А в чем тогда, если, смотрите, в свою жизнь он вас не посвящал, унижений со стороны его там жены не было, вас никто не прессовал. То есть, ну, обычная такая вот рядовая ситуация, муж, жена, любовница. Дело, наверное, просто вот, может быть, во мне, потому что, допустим, прошло вот определенное количество времени, уже, конечно, взрослеешь, мудреешь по-другому. Хотя иногда, вот, я говорю, отголоски до сих пор бывают, и я рада, что я пришла вот на передачу, на самом деле, с желанием искренним вот как-то немножко вот отработать ситуацию, потому что она до сих пор висит, то есть он иногда приходит вот... То есть он спит с вами? Нет, паси Господь! А куда приходит он? А, ну, на Василису больше смотрю за поддержкой. Воспоминания. У меня есть чем заняться, у меня 24 часа в сутки люди... А как, он просто приходит поболтать ночью? Нет, нет, знаете, как приходит? В ощущениях. Ощущениях. Ты просыпаешься, и он в комнате. Ты вот хоть... Ну, конечно, 3 года. Смотрите, Вам 44... Было 10 лет назад уже. Да, вам 44 года. У Вас есть детки? Да, конечно. У меня чудесный сын, 16 лет, бесподобный мальчик. От него? Нет, 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 это брачный ребенок, у меня был брак. И потом очень много у меня учеников. Леночка, а Вы из тех женщин, которые должны нравиться молодым мужчинам? Ну, нравлюсь. Для этого Вам не обязательно молодиться, вести себя как девочка. Делать пластические операции нет, потому что вот вздернутый носик, кудряшки. Характер веселый еще тянутся, да, да. Есть очень много друзей. Дело не в веселости, а дело в том, что Вы, мне кажется, проникаете в собеседника. Людям очень приятно, когда вот Вы смотрите внутрь, когда интересуетесь. Мне кажется, Вы вот человек, который интересуется, да? Ну, мне, я люблю людей, это так не слабо, да. А что, не пробовали, не было отношений с молодым мужчиной? Ну, знаете, ну а смысл-то какой? Как, какой смысл? Выйти замуж за него. Ну, в сервере, извините. А не надо, так у Вас не только молодых не было, Вы что-то еще богатых боитесь. Я не боюсь, у меня просто очень большой круг, как бы, знакомство себя довольно, ну, не сказать прям там, но вот человек такой многообщающийся, да, очень много друзей и разного статуса. Послушайте, сегодня у богатых мужчин это просто новая волна, уже неприлично жениться на малолетках приезжих, которые алчно хотят все забрать. Они хотят рядом с собой взрослую статусную, интересную, которую уже воспитала, которая готова заняться собой и проживать жизнь в свое удовольствие. Очень многие, вот сегодня разведенные мужчины, известные, красавцы возраста до 50-50 лет, говорят, у Вас у тебя нет подруги, незамужней, которая бы вырастила уже детей, путешествует вместе. Да, 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 развиваться, вот мы тоже хочешь развиваться вместе, чтобы путешествовать, наслаждаться, проводить время, чтобы не было опять вот этих, потому что молодежь захочет детей, опять молочная кухня, по телефону пописал, срыгнул, вот это, чтобы было без этого. Ну, Лариса! Поэтому мне странно, что вы одна. Так вы чего же их боитесь? Нет, на самом деле, вот у меня говорят, что вот эта история, про которую я не случайно про нее рассказала, он, ну, он, да, он очень респектабельный человек, очень известный, как бы, ну, бог с ним. Он сейчас женился, пускай все будет, мы с ним даже пожелали другого счастья, но вот как-то не отпускалась ситуация. Ну, вот посмотрите, а не отпускалась, почему-то мне просто ее не хотелось, ну, как бы домусоливать, да, она настолько типичная за 5 лет, ну, вы 965-я, у которой, да, были отношения с женой. Она там мужчина, и ей казалось, что там уже все давно закончено, но 3 года, если бы закончилось, конечно бы, Леночка, он был с вами. И в результате... Нет, но я его оставляла много раз, и в результате он ушел от жены, но и на вас не жениться. Я уехала в этот момент. Дело не в этом, если мужчина хочет, он ее достанет из любой страны, с Луны, отовсюду. Он женился вообще на женщине, которая... На молодой? Честно говоря, не знаю, женился сравнительно недавно, то есть, уже 10 лет уже прошло. Мне кажется, все-таки она сильно переживает из-за этого мужчины, который вот в итоге развелся и женился на другой. А наш художник это не сгладит? Леночка, а вам хочется сегодня, вот в 44 года, уже какого-то покоя, мальчик вырос, и каких-то уважительных отношений, массу общих интересов, свободного времени, либо вот биться-колотиться в страсте? Не в коем случае, спасибо, господи, во-первых... Не обманывайте себя, пожалуйста, хотите же любви, вы же человек, абсолютный эмоций. Любви, безусловно, но у меня, знаете, здоровье уже просто не позволяет, нет, колотиться не хочется, правда, поверьте, потому что вот... А придется. Произошло, нет, просто динамика произошла, некая такая, все равно, роста какого-то, да, может быть, и не хочется. Леночка, это неправильно, скажите, сможете для собственного благополучия, для мира в семье, для, ну, вот такой видимой гармонии наступить себе на горло и в случае вот с Константином, если вам что-то не понравится, сказать это прекрасно. Вот все видят, знаете, когда ты приходишь к своим друзьям на плохую премьеру и понимаешь, что это очевидная неудача, ну, просто кошмар и ужас, а тебе нужно что-то сказать, есть такая расхожая фраза, когда ты говоришь, знаешь, а мне понравилось. Ну, надо все равно друзей поддерживать, конечно, все понятно. А тут я стараюсь целый муж, понимаешь? Вот, нет, ну, может, тем более враги буду. Вот мне, например, абсолютно не понравилась картина, которую подарил Константин. А вам? Вот просто, а вы ее не разглядели. Не разглядела. А пока, я не говорю, потому что мы там какие-то некрасивые или мы там толстые, но суть не выражена, ни Розина, ни Василисина, ни моя. Ну, она была быстрая такая, с утра я ее написал, утром, поэтому она... Я похожа здесь на Розу, абсолютная такая вот татарская женщина. Это не автопортретная работа. Кузнец в акула, касаясь ажей в плечах. Ну, груз зато на месте. В районе, да. Ну, вот этот стиль как бы имеет место быть, да, но мне, честно, потом я вас очень люблю, и как-то вот я вас не ассоциирую с этими женщинами. А вы понимаете, что вот я, например, могу сказать Константину, мне не понравилось, а если вы будете в статусе жены и произнесете эту фразу, то это будет начало концерта. Да, я знаю, конечно. Вот поэтому я в связи с Константином, пообщайтесь. Это абсолютно не так. Я очень сам толерантен, и когда у людей есть вот такие вот какие-то взгляды, скажем, против моего там какого-то видения, это совершенно нормально. Вы помните потом все. Нет, 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 я совершенно другой человек, абсолютно другой. Когда человек, знаете, как говорил Солену Рудали, обо мне должны говорить всегда, на худой конец пускай меня хвалит. Она как будто сверху вниз немного на него. Хотя, может быть, ему и нравится такое. Не, мне кажется, не. Ну, а я хочу посмотреть на сюрприз. Спасибо. Сейчас попробуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Все мои желания Сбудутся Знаю я Сила ожидания Есть у меня Есть у тебя Я знаю Ангелочек маленький Как мне нравятся детки Это когда-то тоже было маленько Я думаю, я увлечу тебя в рот Верься, как вода Никуда Как огонь дарит Не умы Свети, как луна Злезам Вечность Никогда Не поздно АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Эту песню мы дарим нашей передаче Чудесной Спасибо вам огромное Пускай все желания ваши, ваши Все наши желания сбиваются Спасибо, Елена Прекрасная Спасибо Ангелочки Проходите в свою комнату Ну все Да Светлый человек Ничего не надо из себя изображать Да Прекрасная Елена Прекрасная Рождена актрисой Такая достойная, да? Такая милая Мне было бы очень интересно С ней дружить А как жена? Возраст? Думаю, да Я думаю, что у нее совсем иные И уже мысли И по поводу брака Творческие люди все равно притягиваются К другому Конечно, конечно Это как творческое общение Все равно нужно всем Я думаю, когда она выйдет замуж Она будет хорошей, женой Нежной, чуткой Просто нужен рядом ее мужчина Которого она будет любить Она притворяться не сможет Да все мужчины не хотят слушать правду Поэтому детей точно ей не нужно Ей нужен друг взрослый Не надо дружить с женщиной Понимаете? Вася Есть старая астрологическая байка О том, что люди знака Скорпион Делятся на три класса Пауки, орлы и голуби Вот у меня есть ощущение Что мы только что видели такого голубя Действительно очень чистого Для нее эмоции в центре А для вас в центре вы И мне как раз кажется, что это вместе может пересечься Потому что она водная женщина Это ровно тот тип И внешне сексуально Это ровно то, что вам нужно И пускай возраст вам не кружит голову У нее достаточно учеников У нее свой собственный сын А вам кажется, что вы будете молодым отцом? Это значит молодым мужчиной Не будете вы уже молодым мужчиной никогда Как бы вы себя не чувствовали Вот просто поверьте мне 48 лет потрясающий возраст Потрясающий Лариса его убеждает, что он у меня Что да Прям понравились Ну слава богу, господи Очень скоро мы увидим Какой выбор сделает наш жених Не пропустите Константин Ну вот познакомились с тремя прелестными женщинами Очень разными И по возрасту И по характеру И внешне Ну хотя бы одна из них Оставила Какой-то след Не знаю В вашем сердце Сделали выбор свой? Я думаю, да Выбор произошел Ура Конечно, трудно устоять Когда тебя Топчет Такая, как Элина Но Вот именно к ней Я почему-то вам не посоветовала бы идти Хотя и детородного возраста Но Ну навряд ли У вас что-то получится Я с вами согласен, Лариса Я не хочу быть виновным проектом Ну вам зачем? Да Это будет изматывающее какое-то время отношение Нет, просто я думаю У нее проект определенный есть И я не хочу быть, так сказать, этим Да Елена чудная женщина Третья Елена чудная Дивная Очень интересная Абсолютно Ваша Она такая Красотка И мне кажется Она может совершенно иной мир для вас открыть А вы для нее С ней дружить будет очень интересно Если он постучится к тебе Ты выйдешь? Нет, я предложу ему дружбу Ой, не пойму я вас, Константин Вроде как мужчина Серьезный такой Про детей говорите Значит еще ого-го Как говорится А что это вы так отказываетесь? Вот Лариса, конечно, авторитет у нас Она Но спать-то вам надо будет, милый Понимаешь? Лариса посидела, сказала, домой пошла к своему А вы, извините, пойдете со своей Поэтому нечего тут мозг себе выносить и всякое слушать Конечно, Илинка Молодая Кровь с молоком Заодно и потом и морковь поедите Вон, все-таки лучший массаж Мне больше нравится, чем какие-то умственные способности Конечно, Илинка, молодость Илиночка моя дорогая Выйдешь ты с ним, если он к тебе придет в домик? Так, не раздумываясь, быстро Быстро, да или нет? Нужно говорить, да нет Два нет, да нет Нет Вот так, да? Все Не порисуем мы картины Все, не будет у тебя больше папы Я настаиваю на том, что вам повезло с Еленой Просто феноменально повезло Гороскопический человек вам подходит Это женщина того типа, которая, если влюбится Она будет вас действительно боготворить, почитать И вот все эти слова про то, что я правду скажу, да Но любовь так ей способна кружить голову Что это правда будет вот ровно та, которая нужна ее мужчине на самом деле Она просто чудесный человек Селиса, она влюбится в него А то сейчас он, наш молодух-то пропустит А она ему отворот-поворот, Ленка, да Рос, я тебе скажу так Две остальные тоже не очень влюбятся Поэтому я считаю, что уж выбирать нужно по вашему желанию И выбирать нужно Елене, конечно В общем, слушайте свое сердце и спешите Спешите уже, может быть, к своей судьбе Мы вас поддержим Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправьте смс с их номером по телефону 4151 Диона, 26 лет Номер 2929 Фотомодель в жанре ню Мастер спорта по спортивной гимнастике Обещает, что ее будущему избраннику Никогда не будет с ней скучно Мечтает встретить надежного молодого человека Который будет потакать ее капризом И радовать каждый день Александр, 47 лет Номер 3009 Преподаватель английского языка Переводчик-синхронист Женится на женщине с богатым внутренним миром Мы не знаем, выйдет Константин Один или с избранницей Я приглашаю всех выйти и поддержать его АПЛОДИСМЕНТЫ Мой выбор остается на вас, Елена Пока мы на вы Мы пока еще не знакомы Но я думал, что мы подружимся И будем общаться более близко Да, давайте подружимся Сегодня у нас нет пары Если вы тоже одиноки Заполняйте анкету на сайте Первого канала И становитесь участником нашей программы Если вам понравятся все эти участники Сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс с именингерой на номер 4151 Я, Лариса Гузеева, желаю Чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, соженимся Мне хочется мужчину старшего Чтобы у него не было свободного времени Чтобы он не занимался всевозможными глупостями Вот выпей бокал вина Она говорит, ты бокал вина выпил Я говорю, я знаю то, что я бокал вина выпил Больше ты не пьешь, а я пью А что это хотела-то? Она помыкала мной Не позволяла творчески развиваться Малыш, боже мой, боже мой Прямо трусится Решил подарить тебе самое дорогое, что у меня есть Это ключи от моей машины От моей квартиры И от моего сердца Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова